Президент Татарстана раскритиковал работу сразу нескольких районов. Рустам Миниханов на совещании по агропромышленному комплексу указал, семейные фермы развиваются не везде, нужно работать с личными подворьями. Есть деревни, где не трудятся, ни жить не собираются, сказал президент. Министр сельского хозяйства заявил, что сельчане должны критически посмотреть на себя и понять, на что они способны. Тему продолжит Дмитрий Фторов. Это наша первая коровка, с которой мы начали. Для некогда городской жительницы Светланы Идиатулиной деревенские хлопоты уже привычны. Вместе с младшим сыном и мужем она следит за тем, как в стаде приживается новая буренка. Семейное хозяйство начиналось с пары коров и небольшого загона. Благодаря кредитам и господдержке в поселке Айша появилась первая молочная ферма. Все закуплено, привозят нам за 30 километров из яков. Мы покупаем по 1000 рублей рулон. Хотелось, чтобы создавать свою кормовую базу. Непосредственно технику свою. Идиатулины уже получили полмиллиона рублей. Сейчас ожидают вторую половину и деньги, обещанные муниципалитетом. Ну, 30,5 миллиона ушло. Ну, сейчас документы собираем, мы за вторую часть не можем собрать до конца. Не сказать, что легко. Надо шевелиться, бегать. Реализация сельскохозяйственной продукции стала одной из главных тем республиканского семинара, что прошел в минувшую пятницу в Актаныши. В цитоводческой комплексе, перерабатывающей цеха, более 30 высокотехнологичных семейных ферм. Каждая вторая семья в этом районе воспользовалась поддержкой государства. Такого в Татарстане нигде нет. В зоне корейской оказались Верхнеуслунский, Тетюжский, Тукаевский и ряд других районов. Президент еще раз напомнил главам, развитие семейных ферм и частных подворьев на территориях – это их прямая обязанность. Если вы сами на уровне глав не будете заниматься созданием новых рабочих мест, созданием предприятий, ничего не будет. Вот 38 семейных ферм только вот в этом районе. Мы видим, как они активно участвуют в программе «Лизингран». Надо по всей России помогать. На республиканский семинар, кроме глав, собрались специалисты, ученые и крупные инвесторы. На площади в нескольких квадратных километров развернулась огромная выставка достижений и новейших технологий. Будущий урожай больших опасений пока не вызывает. Земледельцев и жирноводов больше беспокоят вступление России в ВТО. Будет ли их продукция рентабельной? Детальный анализ сделал глава республиканского Минсельхозпрода. Основной вывод – нужно правильно расставить приоритеты. Отныне не ставится задача любой ценой увеличить производство. Главное – продукцию произвести эффективно и суметь реализовать. А убыточные хозяйства со следующего года и вовсе будут лишены господдержки. Мы считаем, пришло время, и государство дальше не может финансировать хронически убыточные предприятия. Порой вот тот принцип не забрасывать ни гектара пашни, сохранить фермы любой ценой, поголовье, они нам очень дорого обходятся, в том числе республиканские казни. Субсидии уже лишились те районы, которые не сумели сохранить поголовье. Эффективный подход во всем – активная маркетинговая политика и сберегающая технологии. В этом главные резервы нашего агропрома. Важно и другое – создать комфортные устои для жизни сельчан. Как один из примеров – открытие общественного центра в селе Аишево. Местные жители признаются – это была давняя мечта. Конечно, ждали. Даже мы не верили, что такой будет у нас дом культуры. Но вот, наконец-то, это радостный день. Кроме того, что мы говорим о производственных факторах, очень важны социальные факторы. На селе ФАП должен быть нормальный, клуб должен быть, дорога должна быть. Без этого людей привлечь невозможно. Вот и здесь, под одной крышей, разместились все социально значимые учреждения поселения. ФАП, почта, полиция, библиотека. Здесь же распахнул свои двери современный зрительный зал. Вручив сельчанам подарочные сертификаты, президент поздравил их с долгожданным открытием и лично оценил новый центр. Дмитрий Пторов, Валерий Чернышев, Илья Шурин, Зульфат Себогатурин. Вестия Татарстан, Зеленодольский и Актанышский районы.